Тайга, инфо, добрый день. Добрый день. Я звоню с администрацией Толмачевского сельсовета. Могу с главным редактором поговорить? Ну, главного редактора сейчас нету. Ну, можете со мной поговорить. Меня Рослав зовут. Я новость готовил. Вы готовили новость, да? Да, если вы об этом... Да, да, да. Да, мы хотели дать опровержение, либо попросить вас снять публикацию. Можете только представить сначала. Я сейчас передам трубочку главе. Добрый день. Добрый день. Меня Рослав зовут. Не знаю. Рослав, на каком основании вы опубликовали недостоверную информацию? А в чем ее недостоверность? А потому что кто? К вам что, избирком обратился или как? Там есть ссылка на данные Толмачевской избирательной комиссии. Вот я и хочу знать ссылку. Кто дал избирательной комиссии? У меня председатель вот передо мной сидит. Кто дал? Вы что? В чем? До начала выборной кампании хотите спровоцировать... То есть вы не снимали свою кандидатуру с выборов? Конечно нет. Но мне... Жанна Александровна, если не ошибаюсь... Еще проверяются вещи? Я считаю, что проверять надо, как это так? Жанна Александровна, вот она передо мной. Но вопросов-то нет. Какие могут... В смысле... То есть вы не подавали заявление о снятии своей кандидатуры? Вы не подавали, во всяком случае, все еще в стадии проверок и в судебных делах. Потому что здесь был, это самое, организован, ну, почти переворот. Нет, погодите. Есть официальный комментарий избиркома о том, что от вас поступило заявление о снятии своей кандидатуры. Я еще раз говорю. Который у нас записан на телефоне. Есть этот комментарий. Я еще раз вам говорю. Когда мы утвердим все эти данные, вот тогда дадим... А мы... Мы это кто? То есть вы своей исполнительной власти... Комиссия. А вы же представитель исполнительной власти, насколько я понимаю, не избирательной комиссии. Я хочу сказать... Вы что, хотите судебных разбирательных? Я у вас уточняю. Подождите. Так, Роман Александрович, будь добрый. Если можно, Жанна Александровна, давала она сведения, такие или нет, этому товарищу. Жанна Александровна, зайдите. У нас есть запись телефонного разговора. Жанна Александровна, вы давали информацию, такие инфо? Вы сегодня разговаривали с такой инфо? По данным исполнительной власти? И что, для публикации в Гейнфорг? Что, уже утвердили все и опубликовать? Нет. Вот она стоит передо мной. То есть она сейчас отрицает то, что со мной разговаривала? Нет, она не отрицает, что с вами разговаривала. Но далека в умыслях, что разрешение дала вам на публикацию. Вот она, я ей даю телефон. Давайте. Алло. Добрый день. Я вам что-то какие-то для публикации даю. Приходите официально, берите что какое. Спрашивайте. Подождите. У нас, во-первых, есть запись телефонного разговора с вами. Во-вторых, я звонил в территориальную избирательную комиссию Новосибирского района. Мне сказали, чтобы получить информацию, мне нужно позвонить вам. Я позвонил вам, вы мне сказали, что... Вот эта приставка. Одиннадцатый год. Четырнадцатый год. Вы мне сказали, что... Вы... Вы же понимаете, что сейчас... Одиннадцатый, четырнадцатый год. Кто вам дал право писать? Какой одиннадцатый? Вы спросили у Испиркома? Что одиннадцатый, четырнадцатый год? Отставку какую-то, там, и клиники... У вас есть документы? Что одиннадцатый, четырнадцатый год? Параметры бюджета, что ли? А? Вы о чем? Параметры бюджета или о чем говорите? Нет, да, бюджет четырнадцатый год. Какой вам бюджет? Кто... Кто опубликовал вам? У вас... У вас на... У вас на сайте бюджет опубликован, если вы не знаете. Хорошо. Отставку тогда. Кто вам дал одиннадцатый год? Отставки. Что вы как сплетники забираете? Всякую гадость. Я... Подождите. Подождите. Вы не ругайтесь. Мы... Подождите. Мы... Мы запросили информацию у территориальной избирательной комиссии Новосибирского района. И она вам сказала... Новосибирского района у территориальной избирательной комиссии Новосибирского района. Вы что... Нам сказали... Нам сказали... Подождите. Ну, вы выяснить хотите информацию или будете перебивать меня? Нам сказали перезвонить в нежестоящую избирательную комиссию, соответственно, в Толмачевскую. Вам сказали... В Толмачевскую. Вам сказали... Допустим, вам сказали... А при чем тут одиннадцатый год? Что одиннадцатый год? Отставка. Ну, вы почитали... Ну, мы... Потому что про это писали. Про это все писали. Там... Там просто есть информация... Совестные сплетники. Если так, по большому счету, я судится с вами. Вы меня просто оскорбляете. Где? Кто? Какую отставку дал кому? Там никак... Не о какой отставке речи нет. Там есть... Вы прочитайте вначале то, что вы написали. Там есть информация о сборе подписей. Каких? О сборе подписей за вашу отставку. Вы прочитаете подписи? Я не собирал... Вам не надо писали? Да, нам эти... Мы об этом писали в 2013 году и в 2011 году. Мы когда... Что ты собираешь грязь? Вы... Что ты собираешь грязь накануне выборов? Вы по этой ссылке перейдите, пожалуйста, почитайте. Я еще раз... Я буду с вами судиться. Я вам давала право обо мне писать. Я вам разрешала о себе писать. Вы собираете информацию о выборах? То есть... То есть подождите. Право писать о чиновнике должен дать сам чиновник, что ли, по вашему мнению? Мне интересно просто. Ну не ты же мне должен информировать, он должен обо мне писать. Ты кто для меня? Ты кто для меня? Кто тебе дал право? Ты можешь понять, что за приведу уже одного привлекали Антонова? Ты что хочешь, чтобы тебя к этому подтащили? Там было же сказано, что криви-то Антонов был в Баткортино было уголовное. Да, да, да. Тебе что еще надо? И что? Тебе кто дал право? Ты хочешь, чтобы я теперь обратилась по поводу тебя? И что? Я говорю, в тексте какие-то... Если у вас не устраивает какая-то информация, короче, присылайте... То, что вас не касается. Я говорю, если вас не устраивает какая-то информация, вы присылаете либо опровержение... Кого? Я присылала вам, чтобы вы подали. Я не собираюсь присылать, а если я не пришлю, то я в следственные органы сейчас... На официальном бланке, пожалуйста, тогда, если вы... А я на официальном бланке вам давала право распространять о себе порочащие данные. Там что там порочащего-то, я не понимаю. Об отставке. Кто вам дал право? Вы знаете, что Антонов за это привлекался? Антонов, насколько я понимаю, привлекался за недостоверные... Подождите. За недостоверные... Я говорю, он привлекался за то, что, по его мнению, якобы в каких-то уголовных делах собирал информацию. Какой-то ты дешевый. Ты разве муж? Ты дешевая тряпка, которой на уши навешивает все, что угодно, а ты распространяешь плесень. Ты же этот орган какой-то, а? Бессовестный, как же ты дальше жить будешь? Мне-то важно, мне не так нужно осталось. А ты-то как жить будешь, дешевая ты, зварь? Угу. Ну, продолжайте, продолжайте. Еще раз продолжаю звать. Угу.